здравствуйте друзья у нас с вами сегодня хороший вопрос попался здравствуйте михаил благодарим вас за видео и ваш труд есть у меня информация в отношении нового действует два года способа легализации в сша касательно жителей украины так как программа открыта только для этой страны по крайней мере по моим данным речь идет о программе и b3 дальше идет ссылка на сайт госдеповский где объясняется смысл программы и b3 суть программы адвокатская компания сотрудничает с работодателем в сша который готов брать на работу иностранцев живущих странах подпадающих под действие этой программы то есть откуда угодно процесс таков заявитель проходит этапы регистрации год-полтора находясь на территории украины в итоге получает грин карту существуют адвокатские компании на территории как украины так и сша которые предлагают прохождение данные процедуры но стоимость всего кейса немалая от 35 до 70 тысяч долларов сша за 35 придется один год отрабатывать на работодателя за 70 отрабатывать не обязательно основная часть стоимости около 85 процентов оплачивается работодателем остальные 15 процентов адвокатской компании ага то есть адвокат 15 процентов работодатели 85 из 35 тысяч так если у вас или вашего окружения есть какая-либо информация мы были бы рады услышать ваше мнение благодарим за внимание здравия многое лето сергей украина харьков апрель 11 2016 года информации друзья у нас нет но кое-что сказать можно хотя информация тоже кое-какая есть не могу сказать что нет это я зря это я поспешил в общем обсуждаем а первое что хочется и сказать сразу это то что поскольку ссылка была приведена но соответственно мне не составило труда отправиться на сайт вот этого самого департамента и посмотреть что же там написано а там написано но буквально вот то что всегда было то есть там есть там расписаны все эти вот employment based формы получение грин карты и соответственно там есть вот ну и b12345 вот самые все все самые разные там да вот значит про эту и b3 написано то что мы все знали всегда там что вот есть люди с определенным там уровнем компетентности и соответственно значит работодатель может на них там подать никак не одного единственного слова про украину или там еще какие-то ограничения по странам там нет в этом письме слова программа используется в отношении двух совершенно разных вещей и создается некоторая путаница может быть она и сознание того кто пишет тоже есть это путаница я не знаю но вот программа программа значит программа для иммиграции и b3 не имеет никакого отношения к тому чтобы быть специфически сделаны для украины или какой бы то ни было другой страны это сделано для американского работодателя который может человека значит оприходовать если он ему полезен там есть конечно такие оговорки что вот человек должен обладать такую квалификацию что вот нанять аналогичного в сша нельзя там и так далее но это все техническая сторона это делается несложно там вешается объявление значит приходят люди ну или не приходят приходят резюме значит которые тебе мешают ты их выкидываешь там никто никто не проверяет что тебе реально пришло и дальше так подробно значит пишешь отчет что пришло столько-то из них адекватных задач и там пять значит на интервью согласились прийти двое значит там один не говорит по-английски а другой казалось что в резюме все набрал ну вот примерно так и значит дальше получается что нужно взять именно этого человека то есть как бы хотел не в этом никакого упоминания об украине там нет близко поэтому программа и b3 не имеет никакого отношения к той программе как иммиграции которые предлагают там человеку сергея из харькова которая сделана как бы вот для специфически украины и там есть адвокатские конторы в одной стране адвокатские конторы с другой в другой стране вот и в общем так вот значит это это еще что-то это они где-то что-то такое слепили со ссылкой на вот эту вот и b3 значит теперь следующий момент вот какой действительно действительно работодатель который хочет взять иностранца может сделать ему рабочую визу например да и взять а потом уже сделать ему green card а может сразу начать делать ему green card есть такая фишка это возможно но это сложно вот столько сколько я эту тему пытался объяснять обсуждать с работодателями значит во первых я извиняюсь иммиграционными адвокатами во первых говорят они шансы на то что это пройдет невелики во вторых говорят они задается в момент как бы рассмотрение естественный вопрос если человек тебе так нужен если найти такого в америке невозможно почему же ты не сделаешь ему рабочую визу а вот значит вот так странно ты подошел понимаете поэтому что я хочу сказать что шансы на вот такую вот трансформацию они довольно интересны и то есть как бы при том что они в природе существуют на практике они очень иллюзорные дальше есть некоторая статистика значит получения green card по визе по вот этому направлению и b3 employment based до 3 и для этого не нужно далеко ходить вот вы можете пойти например на википедию и на википедии есть статья про вот эту визу правят способ получения я здесь не в данном случае не виза на въезд а визу способ получения имени грин карты значит и там пишут что в зависимости от страны это может занимать там где-то шесть-семь лет а то и 12 то есть ни о каких полутора годах речи быть не может в принципе то есть это абсолютно ну то есть как бы с луны вот эти полтора года значит дальше давайте мы посмотрим на что собственно лежит в основе вот этой ну назовем это условно программой пока так так назовем значит они говорят у нас есть люди в америке говорят они у нас есть люди в украине да и значит они как бы с кооперировали значит одни находят для тебя нанимателя в соединенных штатах а другие значит находят тебя тут дальше вы платите деньги наниматель получают жуткие деньги то есть интересно наниматель не платит деньги это интересно обычно наниматель платит деньги чтобы ему нашли кого-то так здесь наниматель значит получает деньги за то что ему кого-то всучили ну хорошо ладно значит я думаю что наниматель абсолютно в безопасности здесь мы к этому сейчас подойдем значит это 85 процентов получает наниматель там от 35 тысяч да так вот значит тут вообще очень интересная фишечка такая ну 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 прелесть значит человеку предлагается две две опции по цене по цене причем речь идет об украине речь идет о стране где в общем цена денег достаточно высока долларов значит и ему говорят вот либо 35 тысяч либо 70 в какой ситуации 35 а в какой 70 70 если ты хочешь реально значит сейчас ну-ка давайте я еще раз посмотрю то чтобы чтобы не перепутать значит так значит 70 за 35 придется один год отработать господи говорите вы мало того что тебе вдвое меньше денег стоит так тебе еще и работу дают ну то есть совершенно очевидно что всякий человек который ну не полный кретин так назовем это с радостью ухватиться за программу 35 тысяч да потому что он живет в украине он может что и по английски не говорит незнакомая страна вот он свалился туда с гринкартой значит 35 тысяч дополнительных надо где-то взять чтобы заплатить чтобы тебя отпустили вот эти заинтересованные в тебе значит работодатели да конечно ты конечно ты с радостью скажешь боже какое облегчение вот же ж оно вот и всего и всего 35 тысяч ну даешь 35 тысяч значит дальше что получается значит вы должны при этом как бы понимать что работодателя заинтересованного которого вам нашли значит вот этот работодатель заинтересован совсем не в том чтоб вы у него работали это понятно из последующих объяснений из 35 тысяч и 70 вы ему нафиг не нужны чтоб вы у него там работали и даже если представить себе что вся эта схема когда-либо реализуется что абсолютно как бы фантастика но даже если представить себе что это реализовалось то фактически вы даете работодателю значит 35 тысяч долларов лишних чтобы он вас нанял там на 10 долларов в час ну что я хочу сказать хе-хе да хорошая хорошая картинка значит ой господи значит да так вот ищут они не работодателя а ищут они я думаю что они и не ищут особо но в принципе значит кто будет с той стороны значит партнер покидал его по разводу который абсолютно не собирался никого нанимать так и собственно если бы он хотел кого нанять вот такого как вы из Харькова значит там ну то есть он уже будет не из Харькова а местный и так далее и так далее значит ему не надо было бы с вас деньги брать за то чтобы вас нанять обычно все таки деньги платят когда ты нанимаешь сотрудника а не когда ты значит деньги получать работодатель платит деньги чтобы найти сотрудника понимаете да а не с него деньги берет вот представьте такой интересный найм где вы еще и деньги платите за то что вас наняли это вообще потрясающе это я вам хочу сказать что даже в Одессе на привозе вас бы не поняли но это вы с одесситами лучше поговорите там у вас недалеко в принципе значит что тут сказать потрясающее письмо потрясающее значит возникает вопрос а почему значит это год там или два или там значит да почему программа существует всего два года вот это важный момент значит программа существует всего два года чтобы у вас не возник вопрос дайте мне кого-то поговорить кто уже прошел уже в америке чтоб я вот там если вы скажете а можно с кем-то поговорить вам скажут ну программа только два года вот сейчас люди там в процессе это еще не с кем то есть важно что программа всего два года не и b3 конечно вот а вот это вот их там я не знаю ну то есть вот та программа по которой вас где вы закопаете деньги на поле чудес вот она еще такая что нету нет людей у которых получилось молодая пока программа значит почему процедура подготовительная подготовительная год-полтора этап регистрации это называется почему этап регистрации занимает год-полтора потому что если вам сказать что этап регистрации занимает там скажем три месяца то вы через три месяца придете и начнете говорить ну так где же понимаете А они хотят, прежде чем съехать с этого места и раствориться, они хотят побольше денег получить с таких, как вы. Поэтому они говорят, ну, там год-полтора, ну, потом они вам еще скажут, тут на три месяца задержалась, там на шесть месяцев, тут президента менялись, значит, все эти органы ушли на подготовку выборов, значит, пока не могли заниматься, там отсрочка произошла там и так далее. Ну, то есть какие-то такие действия будут, значит, производиться к тому, чтобы, там, год-полтора растянулся, там, на два-три. Если будет какой-то приток денег, а не, допустим, судебный исполнитель, там, прокурор, там, ну, вообще, все, что должно приложиться к этому кейсу, на самом деле, там, я не знаю, как это вот конкретно, там, значит, вы или там, как вам удобнее, на Украине это происходит. Я хочу сказать, что конкретно вот к Сергею гораздо больше подходит предлог вы, вы, не на, потому что вот он где был, вот в том месте, где он был, вот в этом же месте и окажется в результате этого всего, только минус, соответственно, да, минус 35 тысяч. Так что, еще раз, я не юрист, не украинский, не украинский, не американский, не московский. Так, я просто, как бы, человек с чувством юмора раз, с некоторым здравым, так, смыслом два и житейским опытом три. И вот я с этих позиций смотрю на эту всю, значит, историю, и я думаю, боже, но откуда же берутся люди, которые воспринимают это за чистую монету, при том, что оно дырявое, вот, ну, вас же не забанили там на гугле, правда? Вы можете там пойти на Википедию, вы можете почитать по той ссылке, которую вы мне прислали. И я, я вообще, как бы сказать, ну, взрослый же человек, если он рассматривает возможность потратить там 35 тысяч долларов, значит, он где-то, где-то у него, а не возникли эти 35 тысяч долларов, наверное, он высшее образование где-то получал, наверное, у него какой-то жизненный опыт был, наверное, его кидали и разводили последние там 25 лет, как, я не знаю что, потому что у них вот там это называется сейчас бизнес. И даже не знаю, что сказать, вот, что это у нас там едет-то, скорая, что ли? Пожарка, да, пожарная, пожарная, так, солбат не поймешь. В общем, что тут сказать? Сергей, вам повезло. Значит, у вас есть я и наш канал, значит, поэтому вы можете, допустим, по поводу той радости, что вы сэкономили 35 тысяч, какую-то небольшую сумму, знаете, так, ну, что вам сказать? Какую-то небольшую сумму вы могли бы от щедрот там, как бы, с другой стороны, я чувствую, что, может быть, вы с большой чистотой попадаете в такие ситуации, никаких сумм не хватит. В общем, я что хочу сказать? Я не прикалываюсь, честно, я, конечно, немножко поражаюсь, но дело такое. Обычно в всякие схемы попадают люди чистые, как бы не кидальщики в мозгу, нормальные люди. Потому что это тот, который вот там он сам кидальщик, он всюду видит кидалово. Понимаете, тот, который, ну, я не знаю, мнительный, подозрительный, никогда в жизни копейки не заработавший, там все вокруг него жулики. И вот он тоже всюду у него жулики, всюду кидалово. Это тоже отдельный типаж. А здесь человек, который, как бы, зарабатывать, наверное, научился, а вот, допустим, доверчивый. Понимаете, вот здесь люди доверчивые. Казалось бы, уже в таком месте живешь, а все равно доверчивый. И это правда, ну, это правда. Так что, ну, в общем, что я хочу сказать? Хорошо, что Сергей не заплатил 35 тысяч долларов. Будет, конечно, грустно, если кто-то попадется на это на все. Но я вам скажу так. Ну, значит, такая жизнь, понимаете? Мы с вами не изведем жуликов, кидал и всяких таких прочих любителей поживиться такими вот способами за чужой счет. Да, как-то. Но, ну, вот одну конкретную судьбу, так сказать, мы на нее повлияли. Может быть, если вы, друзья, еще услышите про специально для Украины какую-нибудь программу. Ну, да. Ой, Господи. Я под конец вам расскажу анекдот. Я его рассказывал пару раз, но я еще раз расскажу. Вот автобус, значит, там парень заскакивает. Говорит, шеф, до вокзала довезешь. Рейсовый такой автобус с номером. Тот говорит, нет, говорит, до вокзала не едем. А тут другой парень заскакивает, отталкивает этого. И говорит, а меня? Понимаете, вот эта мысль о том, что у Украины какой-то особый путь относительно эмиграции пока не подтверждается. Я хочу еще вот что сказать. Если действительно появится когда-либо какая-то вот такая программа, относящаяся к одной стране или к другой, к России или к Украине, или к Кыргызстану, это не имеет значения. Как только это произойдет, я уж не говорю про два года, а вот тут же, а может быть еще до того, как ее примут, уже начнут обсуждать. Так вот, об этом будут знать люди, которые интересуются эмиграцией. Можете прийти, скажем, на эмиграционный форум. Вот вы пришли там на канал и спросили меня лично. А вы могли с тем же самым вопросом пойти, например, на эмиграционный форум. Тот же там «Говорим про УЕС», в которой первая ссылка идет в описании ко всем нашим видео. И там невероятный объем знания сосредоточен и людей, которые много-много лет в этом. Понимаете? И если что-то в природе существует, то там это не только как бы вот где-то встречалось, но обсуждалось и, может быть, неоднократно. Поэтому я-то в данном случае, когда речь идет о визовых вопросах, о программах таких, я очень как бы вторичный и третичный по важности источник. Ну, только так вот поболтать, побалагурить. А если вас интересует точная информация, ну, пожалуйста. Если там нету, так ее нету. Я еще кое-что хочу сказать, вот, Сергею. Все-таки, значит, на сайте Госдепартамента нету ни слова об этой программе, которую вам предлагают. Лойеры тут, лойеры там, работодатели ищут. То есть, там ни слова нет. Значит, наверное, вы где-то об этом узнали. Если вы где-то об этом узнали, может быть, у них есть веб-сайт. Значит, если вы, где эта программа описана, понимаете, вы вот так рассказываете, как будто это изустно передается. Знаете, давайте я, понимаете, прошло то время, когда Ветхий Завет, знаете, изустно передавался там тысячелетиями. Вот он передавался, передавался, передавался изустно. Но, вот, может быть, там даже с искажениями какими-то, поди знай. В общем, а сейчас все опубликовано. Должно быть опубликовано. Ну, вот, если есть программа, и этой программе уже два года, и там такие деньги собирают, и там адвокаты участвуют, это должно быть опубликовано. И на сайте американских адвокатов, и на сайте, там, украинских, украинских адвокатов. И вообще должно быть где-то. Поэтому, если вы мне говорите, Михаил, вот есть программа, а ссылку даете вот туда, я начинаю задать себе вопрос, а что у этих даже и странички нет на интернете? У них что, уже веб-сайта нет? Такие адвокаты, типа гопники? Не, я не удивлюсь, я как бы нормально. Но вы-то, вы что же, так вот, или, может быть, оно есть, вы мне просто не прислали? А что вы от меня скрываете? Я с интересом бы глянул. Понимаете, а если совсем нет, это должно было бы в вашем сознании какую-то красную лампочку зажечь. А почему нет? А что же это за программа такая? Может, они боятся? Может, они... Ну, то есть, понятно, что они боятся. Понятно, что как только это появится где-то, тут уже и прокурор рядом. Это же, это же все понятно. Вот, поэтому, ну, в общем, хорошая такая тема. Мне понравился вопрос, я подумал, прикольно сегодня будет. В общем, надо будет название очень хорошее такое подобрать. И так, чтобы от души, так назвать его, от души. Ладно, счастливо. И Сергею, скажем, вы в следующий раз там на форумах, там и к нам тоже, прежде чем деньги отдавать, давайте сначала к нам. Счастливо. 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 Счастливо.